Уважаемый господин губернатор, 17 июля 2023 года на основании распоряжения администрации Преокского района города Нижнего Новгорода от 15 марта 2023 года была начата массовая рубка зеленых насаждений по трассировке строительства газопровода высокого давления первой категории от сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина до деревни Ольгина. Под уничтожение 17 и 18 июля на участке торгового центра Кварц в сторону деревни Ольгина, согласно ведомости, попало более 200 деревьев и кустарников. Также по данному проекту запланирована массовая рубка деревьев и на озелененой территории общего пользования, АТОП, включенный в реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области. Несмотря на то, что распоряжение на рубку было подписано 15 марта 2023 года, экспертное заключение о проведении оценки зеленых насаждений в границах проекта строительства газопровода, согласно информации на сайте Законодательного собрания Нижегородской области, было опубликовано только 1 июня 2023 года. Согласно статье 15 Конституции РФ, любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Поэтому, на наш взгляд, существенное нарушение прав граждан произошло уже в момент выдачи распоряжения на рубку до проведения оценки. Оценка воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, воздействующей на окружающую среду в соответствии со статьей 32 Закона номер 7 Федерального закона об охране окружающей среды, должны также проводиться в формате общественных обсуждений и опубликовываться до выдачи разрешения на рубку до начала проведения работ. На сегодняшний день данные о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду в рамках проекта строительства газопровода отсутствуют. Уже сейчас проспект Гагарина перегружен транспортом, так как практически весь поток транспорта с Розамасской и Богородской трасс проходит через Чербинки. А заселение новых микрорайонов может привести к еще большему потоку автомобилей и существенному увеличению содержания вредных веществ от выхлопных газов в воздухе. Поэтому органы государственной и муниципальной власти прежде всего должны обеспечивать сохранение и развитие Зеленого фонда, проводить мероприятия, направленные на увеличение количества деревьев на бульваре, ограждающих жителей и прилегающих к проспекту домов от выхлопных газов, регулярно стоящих в пробках автомобилей, а не заниматься уничтожением зеленых насаждений в нарушении законодательства Российской Федерации. Вырубка деревьев для прокладки газопровода через бульвар приведет к тому, что гарь и копоть от проспекта Гагарина будет лететь людям прямо в окна, уничтожится санитарно-гигиеническая функция зеленой зоны, что в итоге приведет к ухудшению качества жизни и нанесет ущерб здоровью десятков тысяч жителей Преокского района, города Нижнего Новгорода, увеличив риски возникновения различных заболеваний, прежде всего онкологических, сердечно-сосудистых, дыхательных путей. При этом наносится удар по здоровью не только ныне живущих семей нижегородцев, а на многие поколения вперед, так как газопровод является опасным производственным объектом и предполагает полосу охранной зоны по всей длине бульвара, в пределах которой деревьев не должно быть никогда. Уважаемый Глеб Сергеевич, принимая во внимание перечисленные нарушения, а также презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности, установленной в Федеральном законе номер 7 ФЗ об охране окружающей среды, и возможность отказа от деятельности и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий в соответствии с результатами ОВОЗ, и, наконец, существующего альтернативного варианта газификации данного участка, обозначенного в ответе Минграда, просим вас, как высшее должностное лицо субъекта Федерации, полностью отказаться от реализации проекта по строительству газопровода высокого давления первой категории по трассировке от сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина до деревни Ольгина и перенести его реализацию от БРС Митина после окончания его строительства в 2024 году.